итак синуситы у детей что же такое синуситы в общем это синусит это воспалительный процесс в пазухе остановимся немножко на анатомии какие у нас есть пазухи соответственно у нас есть верхние челюстные пазухи придаточные пазухи носа или гайморовые они расположены в области вот в проекции щек у нас есть решетчатые пазухи между глазами у нас есть лобные пазухи у детей они особо не развиты развиваются ближе к годам семи и вот поглубже да в глубине головы вот она есть такая вот там подальше кленовидная или основная пазуха то есть как бы в общем и целом воспалительный процесс в пазухах называется синусит если мы уточняем конкретно какая именно пазуха тут уже идут немножко другие названия например воспалительный процесс в верхней челюстной пазухи называется гейморит в решетчатые пазухи этого едит в лобные пазухи фронти в основной или кленовидной пазухи спинаид Teachers только имеют место быть сочетанное поражение пазух например детей гайемороэтмоедита туда воспаление в решетчатых пазухах это мы едет и в веры в нечелюстных пазух из гейморит все вместе гаймороэтмоедить да как развиваются синуситы. Снова об анатомии. В полости носа у нас посередине расположена перегородка носа. Вот она перегородка носа. Сбоку некие структуры носовые раковины. Нижняя носовая раковина, средняя и верхняя носовая раковина. Для нас очень важно место между нижней и средней носовой раковиной. Это называется средний носовой ход. Вот она перегородка, нижняя, средняя и верхняя носовая раковина, средний носовой ход. Почему так важен средний носовой ход? Потому что можно сказать, что это место, где практически все пазухи сообщаются с полостью носа. Вот верхняя челюстная пазуха, вот полость носа. Через средний носовой ход происходит сообщение с полостью носа. Пазухи должны вентилироваться. Но если человек заболел ОРВИ, каким-то таким воспалительным заболеванием, в носу у него есть слизь, в носу есть отек. Что происходит? Происходит отечность среднего носового хода. Соответственно, в какой-то пазухе может образоваться замкнутое пространство, где может развиваться инфекция. Ну и в общем и целом, да, при развитии воспалительного заболевания полости носа, средний носовой ход может быть отечен, да, вызывать какие-то патологические процессы. Симптомы синусита. Это затруднение носового дыхания отделяемое из носа. Отделяемое из носа может быть спереди, да, можно отсмаркивать какие-то сопли. Кроме того, слизь может стекать из носа в рот и у детей, например, вызывать кашель. Это тоже очень частый симптом синусита, особенно вот ночной кашель в положении лежа. Итак, остановимся на видах синусита. Вот человек заболел ОРВИ. Нос его отечен. И так как нос сообщается с пазухами, на самом деле пазухи тоже отечные. Это у нас будет иметь место вирусный синусит. Соответственно, во время вирусного синусита, когда есть воспалительный процесс и в носу, и в пазухах, это обычная какая-то первая неделя ОРВИ, проведение рентгенографии, КТ пазух нам совершенно не требуется. Да, мы сделаем рентген, на рентгене в пазухах будет отек, но это просто вирусный процесс из-за того, что пазухи соединены с полостью носа и также их стенки могут отекать во время воспалительного процесса, вирусного процесса. Все мы знаем, что ОРВИ, если лечить, оно пройдет за неделю, если не лечить, пройдет за 7 дней. Соответственно, это я к тому, что у нас есть еще некий поствирусный синусит. Человеку уже стало отпускать простуда, но все еще сохраняется заложенность носа и какое-то отделяемое из носа, но при этом чувствует он себя достаточно хорошо. Это связано с остаточной отечностью полости носа и эксудацией, образованием слизи. То есть, поствирусный синусит, это когда после десятого дня явление ОРВИ не проходит, сохраняется заложенность, сохраняется отделяемое из носа, но и нет какого-то значительного ухудшения. Человек чувствует себя в общем и целом хорошо. Имеет место быть острый бактериальный ринусинусит. Как он развивается? Человек переболел ОРВИ, у него сохраняется какое-то небольшое отделяемое из носа, небольшая заложенность носа, какой-то вот скудный отек в среднем носовом ходу, который так важен, который сообщает пазухе с полостью носа. И бактерия попала, например, в верхнечелюстную пазуху, начала развиваться воспаление, средний носовой ход отечен, например, достаточно сильно и образовалась замкнутая полость в верхнечелюстной пазухе. То есть пазуха не сообщается с полостью носа, например, нет оттока, а в пазухе находится какая-то бактерия. Вот развивается бактериальный воспалительный процесс. У человека ухудшается самочувствие, у него слабость, вялость, интоксикация, повышение температуры, боли в проекции вот этой верхнечелюстной пазухи, да, ему больно наклонить голову. Это признаки острого бактериального ринусинусита, но еще повышение температуры. Острый бактериальный ринусинусит требует назначения уже антибактериальной терапии. Тоже к вопросу о том, нужен ли нам рентген при остром бактериальном ринусинусите, да по большому счету не нужен, потому что по клинике нам и так понятно, что это за процесс. Итак, мы поняли, что околоносовые пазухи сообщаются с полостью носа, и это сообщение очень важно для нормального их функционирования. Что же еще может усугублять картину и вызывать воспалительные заболевания, способствовать тому, что у человека появляются синуситы? Например, какие-то аллергические процессы. Аллергический ринит вызывает отечность носовых раковин, соответственно, это может вызвать отечность среднего носового хода, способствует тому, что какая-то из пазуха кажется изолированной, и в ней может развиться какой-то патологический процесс. Для профилактики синусита что же нужно делать нам? Во время ОРВИ нужно хорошо сморкать нос, чтобы удалять отделяемый из носа, чтобы он не застаивался, например, в среднем носовом ходу. Нос хорошо сморкать, промывать, слизь из носа аспирировать у маленьких детей. И, соответственно, при необходимости, при отечности носа можно пользоваться сосудосуживающими каплями, но не больше недели, а желательно даже не больше 3-5 дней. Если во время ОРВИ вы видите какое-то усугубление состояния, например, после пятого дня усиление симптомов или непрекращение его после 10 дней, нужно обратиться к лор-врачу. Кроме того, если вы видите значительное ухудшение в течение ОРВИ, то есть, как я говорила, боль в проекции пазухи, боль в области щек, боль в области лба, повышение температуры, слабость, вялость, плохое самочувствие, то ОРВИ может быть осложнено острым бактериальным риносинуситом, что требует обращения к лор-врачу за значение адекватной терапии. Субтитры создавал DimaTorzok